Девушки отдыхают 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 Я остановился в тот момент. Поступил даже в институт, учился на юридическом факультете. С учебой что-то у меня там не заладилось, в моей жизни появились опять наркотики, экстази, крэк. Доставалось это все мне, в принципе, бесплатно, потому что мы щемили барыг. И даже пришел такой момент в городе, просто тупо боялись продать нам наркотики, потому что знали, что мы покупать их не будем, мы будем их забирать. Ну, были определенные, так скажем, барыги, которые продавали из рук в руки. А нашу, так скажем, команду людей в городе знали, и барыга, допустим, мне продавал поначалу. Но когда мы начинали его хлопать, забирать у него там, сажать его на определенные условия, чтобы он нам каждую неделю отдавал столько-то, столько-то веса. И они просто пропадали, эти люди теряли с нами связь. Мы поджимали также эти ноги, при встрече сделали так называемые хлопки. И опять так же все забирали. Были моменты, что и налаживали даже сбыт наркотиков через этих барыг. Приезжали груза, которые выкидывались из поездов непосредственно проводниками. Мы встречали этот груз, и барыга просто уже потом, мы забирали свою долю, чтобы торчать. А барыга торговал, отдавал, так скажем, деньги сюда, уже в Санкт-Петербург. Делал расчет за реализованный товар с учетом наших интересов. Один раз мы кинули тоже людей из Санкт-Петербурга на такую нормальную партию. Они приехали с оружием, забрали барыги машину. На тот момент БМВ была в 39-м кузове. Мы похитили его, привязали в лесу к дереву, сказали, что куда привезти определенную сумму денег. Ну и через два дня никто не позвонил просто. Мы уже поняли, что такой ход был сделан для того, чтобы просто переправить машину из нашей провинции в Санкт-Петербурге, и здесь ее уже реализовать. Мы кинули их, они забрали у барыги потом машину. Был такой тонкий лед, нам уже никто не продавал, с нами никто не хотел контактировать. Нам приходилось брать уже вещества, так скажем, в Подмосковье, ездить за метадоном. И на тот момент, когда уже барыги, так скажем, закончились, трясти было некого, а нужно было как-то находить деньги. И тогда мы переключились на кражи. Мы воровали в бутиках одежду. У нас были специальные зафольгированные сумки с двойными подшивками, чтобы не спалиться, не пропипикать. Вот этим мы и жили. Меня прикрывали, прикрывали. И в розысках я был, и в розыск объявляли. Приходилось скрываться. Но отец в этих ситуациях меня никогда не бросал. Его друзья тоже. Передозировки у меня тоже бывали. У меня было две комы, одна клиническая смерть. Тогда, когда остановилось все, и сердце, и все органы. Ну, видимо, близкие смогли вымыли из меня у Господа, и остался я живой. Это было три раза. Я чудом просто остался жив, без каких-либо потерь. Полностью функционировал, все помнил, все слышал, видел. Но даже это меня не останавливало, в принципе, от употребления. Я все равно возвращался к этому. Да, был период, когда я не употреблял, наверное, ремиссия года полтора-два. Я занимался строительством, поскольку у меня отец строительством всю жизнь занимался. И там открыл свою организацию строительную. Вроде и дело пошло, и деньги пошли. Как бы все наладил, все сферы, которые необходимы мне были. Но все свелось все равно к употреблению. Развел себя, как обычно. Разочек попробую, никто не узнает. Я отскочу. Ну, отскочить не получалось. И в какой-то момент у меня сосед, мой одноклассник и сокурсник, он прошел реабилитацию двенадцатишаговую. И как-то он приехал ко мне. Давай сходим в какую-то группу, что-то попробуешь, посмотришь. Ну, я что-то перешел, услышал, как все молятся. Подумал, какая-то секта. Говорю ему, слушай, ты меня больше в такой блудняк не зови. Но он не отстал от меня. Он приходил на протяжении, наверное, нескольких недель. Звонил, приходил домой и предложил мне альтернативу. Посмотреть одного человека. Я посмотрел, послушал его и доверился. Надо попробовать. Потому что мне на тот момент было двадцать девять лет. Я понимал, что если я сейчас как-бы до тридцати лет не поменяю свою жизнь, то потом ее уже менять будет поздно. Волей-неволей я принял решение, ну, раз я меняю свою жизнь, я на это нацелился, значит, мне нужно менять свое мышление. Перелом, наверное, во мне. То есть я как-бы ушел от всех этих старых понятий, потому что, ну, как-бы я уже переобулся. Я понимал, что понятно, что мне за это там никто ничего не скажет. Но внутри себя я сам себе говорил, как вообще это возможно, как я могу общаться, как я могу... Ну, вот так. Нужно было уходить от этого мышления, от всех этих, от всей этой жизни. И пройдя реабилитацию, я получил одно предложение. Остаться в этой сфере, помогать людям. И получил образование психотерапевта. Раньше я, например, делал людям больно и плохо. Меня развернуло вообще абсолютно в другую сторону. Помогать людям, спасать их жизни. Переламывая себя, там, покупал какие-то штаны, там, помню, Остин. И мне было жалко отдать денег, потому что я мог забрать их бесплатно. Но я переломывал себя и наступал себе на горло этим соблазном. Потому что говорил себе, чувак, куда? Кого красть? Ты что, в себя приди, ты уже другой, у тебя другое будущее. И я обрубил, сжег вообще мосты все. Когда уехал на реабилитацию, у меня была девушка. Ну, в гражданском браке я жил, 6 лет. И мне просто позвонил ей и сказал, слушай, ну, я не вернусь. Я меняю свою жизнь полностью основательно. Вот. И спустя 5,5 лет трезвой жизни, то есть я никогда не знал и не понимал вообще, как понять это, трезво жить. 5,5 лет я жил трезво, занимался спортом, своим развитием, обзавелся семьей. Ну, в какой-то момент, в какой-то момент приходишь домой. Да, понятно, там есть жена, ребенок, какая-то поддержка. Ну, семейная такая, домашняя. А вот какой-то дружеской, что ли, поддержки не было. То есть разъехались все по разным городам. Я не знаю, что послужило моему выбору, но я почему-то закрал себе такую мысль. Ну, вот я типа столько настрадался. Начал себя типа жалеть, что вот у меня такая серьезная травма была, я столько пережил боли. Стал себя жалеть, что почему бы мне все-таки вот разочек не расслабиться, никто не узнает, ничего не будет. Раскидал себе, что ну, зная героин, чтобы он закумарил, это мне там нужно было неделю-другую его пропотреблять. Я думал, ну что, я сейчас разочек-другой и все, отскочу. И так не получилось, но затянуло сразу же. И уже, наверное, недели через четыре, ну да, уже через месяц, я уже кололся метадоном. Ведем набор Московский реабилитационный центр на социальной основе. Предложение ограничено. Связаться с нами вы можете через WhatsApp, номер которого указан на экране. Жена меня увидела, спалила, поняла все. Она знала этого человека, который включился, да, и появился в ее жизнь. Она только из истории о нем слышала, она его очень боялась. Я давал ей слово, что она никогда не узнает этого человека и не увидит его. Но я это слово не сдержал. Мы развелись, стал снимать себе жилье отдельно. Так все глубже, 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 я валился на днище. Я потратил все средства, которые были, накопления. В ход пошло уже все там, золото, какие-то вещи там, техника. Я на коротком прям поводке с метадоном, у меня уже дозировка была полграмма в сутки. Понимал, что, в принципе, каждый мой укол, это была такая грань, ну, либо я умру, либо нет. Кололся я один, не было людей рядом, которые бы смогли там что-то вызвать, скорую там откачать или еще что-то. На наркотик уходило денег, ну, если говорить именно метадон, ну, в день уходило в районе там пяти тысяч. Я еще это мешал вместе с кокаином, вот когда я мешал это с кокаином, делал эти качели, кололся с метадоном с кокаином вместе. Ну, то есть там расход, конечно, денег был побольше. На тот момент еще бабки как-то они были, еще более-менее, так скажем, держался. А потом, когда уже они все становились все меньше и меньше, когда пошли уже ломбарды, естественно, остался в моей жизни только один метадон. Наркотики, как сейчас происходит, это, конечно, очень простой такой способ. Раньше тогда, когда в десятых, в двухтысячных годах это все бралось с рук, сейчас это может даже ребенок купить, просто зайдя в телефон, зная определенные ссылки. Просто полазив в интернете, ты по-любому их найдешь. И там приобретал это все через закладки. Развести, в принципе, и некого барыгу отжать никак. И один раз было такое отчаяние, что чувство страха, связанное со смертью, оно вообще настолько замылилось, притупилось, что вставил даже себе золотой укол. Золотой укол – это намеренная, в общем, передозировка себе. Но я очнулся через несколько часов, может быть, я не знаю, через 5-6 часов очнулся чудом, наверное. Дома один и сделался просто, да, короче, все, давайте, до свидания. Бряк и очнулся просто. Значит, я здесь еще нужен для чего-то. Хотел умереть. Прям хотел. Ну, и потом мне как-то уже было даже, думаю, ну, не умер, ладно, может, там, в следующий раз умру. Сегодня, завтра, там, через 5 минут, через 10, как-то вообще все равно было уже. Я сейчас рад тому, что у меня страх смерти появился. Вообще никого, я ни о ком не думал, у меня вообще было на все фиолетово, на себя, на людей. Для меня, ну, я был сам как камень, и вокруг меня все было каменное. Все было мертвое. Думаю, ну, как-то надо завязывать, короче. Я понимал, что, ну, сам я на сухую не перекумариваю с такой дозировкой, ну, это безумие просто. Потому что на реабилитации, в первый раз, когда я попал на реабилитацию, я перекумаривал на сухую. У меня такая же дозировка была, где-то примерно полграмма метадона. Я там с ума сходил, то есть я не спал больше трех недель. У меня уже были галлюцинации слуховые, зрительные. Я чуть не тронулся, там просто у меня шифер полетел. Стыдно. Стыдно, наверное, за то, что, когда у меня родился ребенок, на тот момент, перед рождением сына, то есть у меня там была какая-то ремиссия небольшая. Я просто послал всю эту историю прям матом. Ушел и оставил молодую девушку с ребенком полуторагодовалым. И чтобы от этого уйти, от этой вины, самоедства, я снова шел и просто вмазался. Уходил, так скажем, прятался от этого всего, чтобы просто не сталкиваться с этими чувствами и не сжирать себя за такой поступок. И сейчас я жалею о том, что у меня сын, которому 15 лет, и я не могу назвать его сыном, а он не может назвать меня отцом. Приводы были, 158-я, 2-я, 3-я. Судимости не было, получалось решить вопросы. Я наркотиками не торговал, для меня это было, ну, это было просто неприемлемо никак. Если бы об этом узнали люди, с которыми я общался, ну, я просто бы покинул бы этот круг лиц, с которыми я общался и в который вхож был. Попал я сюда чудесным образом, я говорю о том, что, да, вот не получилось там скопить денег на детоксикацию, все такое. Открываю глаза, и это мое день рождение. Внутри себя прям говорю, ну, мне ничего не надо, вообще ничего. Просто я хочу оказаться, попасть в детокс. Ко мне пришла бывшая супруга домой, она зашла, конечно, боялась меня в таком ампула увидеть. Все получилось так, что я оказался, в принципе, в детоксе. Сделали мне этот убот, мне нужна изоляция 100%. То есть я это прекрасно понимал, поехал в реабилитацию, ну, изолировать себя. Потому что я понимаю, ну, если как бы раскроется тот персонаж повторно, ну, это все. Как бы зачем мне тогда нужен был этот детокс, тогда давай второй золотой ставить. Поэтому я нахожусь здесь и благодарен вообще судьбе то, что я нахожусь тут и дышу, разговариваю, вижу, слышу, хожу. Да, я много чего потерял, но самое ценное – это то, что у меня в голове. Это я не потерял и не потеряю. Сейчас, естественно, задача, цель – привести себя в порядок, в норму, в стабильность. Я хочу улучшать этот мир, а не разрушать его. Люди, которые находятся в употреблении или которые думают употребить там спустя какой-то ремиссии или там начать употребление, я скажу одно – вы просто сами на себя своими же руками накладываете на себя руки. Можешь также с успехом пойти сейчас прямо в лес, выкопать себе яму, влечь в нее и просто перекопать себя. Это подобно этому. Только просто этот процесс может быть быстрый, а может занять какое-то у тебя время. И никому не известно, когда это время придет сегодня или завтра. Но попробовать один раз даже – его будет точно много, а тысячи тебе будет недостаточно. Если ты думаешь, что ты там проскочишь как-то, то ты заблуждаешься. В лучшем случае, что ты окажешься в реабилитации – это самое лучшее место, в котором бы ты мог оказаться. Есть еще другие места, с которых либо не выйти, либо можно выйти, но очень через длительное время. Других там вариантов нет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...